Мужчине которого я вижу в этом 25 лет. Он работает в области технологий, в частности дизайна. Это парень эстет, но ему нужно что-то практичное и удобное. Поэтому он выбирает их. Ботинки Челси. Классический выбор. Ему нужно что-то, во что он мог бы нарядиться. Нарядиться для него означает надеть красивые джинсы со спортивной курткой. Однако дома перед зеркалом он обнаруживает, что всегда носит одни джинсы с разными футболками и кофтами. Это то, в чем он ходит в офис, но чаще всего он ходит в этом в магазин. Он хорошо выглядит, потому что холост и хочет привлекать внимание дам. А теперь быстро переключимся. 35-летний консультант, проживающий в Чикаго, Нью-Йорке или Мюнхене, наряжается по случаю. Но в то же время он хочет что-то, что можно носить с черными джинсами. Это двойная проблема. Но главное то, что когда он накидывает пиджак и застегивается на все пуговицы, чтобы выглядеть круто и профессионально, эта пара Челси идеально подходит. Посмотрите на дизайн. У этой обуви тонкая подошва, а нос больше наклонен вниз. Это более нарядная модель Челси. Очень похожа на последняя, за исключением материала и более изящного дизайна. Например, наш 45-летний подрядчик из Калифорнии. Ему не нужна черная элегантная пара Челси, но он хочет одеваться скромно. Что тогда? Он выберет один из моих любимых цветов. Серый. Почему? Потому что он подходит практически ко всему, что есть в вашем гардеробе. Такая замша более повседневный вариант. И она не привлекает особого внимания. Это обувь, которую можно надеть, чтобы хорошо выглядеть и немного выделяться из толпы. Но не чувствует себя белой вороной. Сегодняшнее видео посвящено идеальным ботинкам для вашего возраста. Я нашучился по умолчанию в течение последних нескольких месяцев. Но, как вы можете заметить, мне нужно их отполировать. Но серьезно, джентльмены, я хотел показать вам их, чтобы подчеркнуть, что вы можете выбрать один стиль, но разный материал. Кожу или замшу. Вы можете выбрать более полированную кожу, немного изменить стиль и толщину подошвы, и у вас будет совершенно другая обувь, хотя и те, и другие называются Челси. Далее классические ботинки на шнуровке. Этот дизайн существует уже более сотни лет. Думаю, такой вариант выберет 19-летний парень, который учится в колледже. Эти ботинки будут рабочими лошадками. Чаще всего он будет ходить в них на занятия. Те из вас, кто обращает внимание на детали, заметили, что это не совсем та модель, о которой я сейчас говорил. У этих ботинок всего пять отверстий и два крючка сверху. Важно количество отверстий для шнурков, а у нас их действительно семь. Однако этот вариант с пятью менее обязывающий, чем настоящий семью. Такие крючки делают ботинок более повседневным, и в целом так и есть. Такие ботинки являются повседневными, особенно если они имеют дизайн с акцентом. Что это значит? Проще говоря, есть передняя часть ботинка, союзка, и задняя, четвертинка. Когда четвертинка пришивается поверх союзки, мы видим открытую шнуровку. Если же наоборот, то это закрытая шнуровка. Для более модной обуви характерна открытая шнуровка, когда четвертинки пришиты поверх союзки, но эти будут более повседневными по дизайну. Мне больше нравятся коричневые туфли, но черные тоже привлекательны. Многие парни любят их за то, что они подойдут под все. И мне нужно заморачиваться с обувью, если у них в гардеробе есть пара черных туфель. Например, парень хочет хорошо выглядеть, но не заморачивается. Он может просто поменять цвет. Думаю, эта пара коричневых идеально подходит для 39-летнего мужчины. Итак, вы готовы экспериментировать? Вы обнаруживаете, что вас тянет к коричневому. Есть тысячи оттенков коричневого, от светлого до темного. Я люблю его за универсальность. Они подойдут и для особых событий, так и для повседневной носки. Однако есть одно дизайнерское отличие. Обратите внимание, что здесь есть дополнительный слой кожи на носке с отдельным швом, отделяющим носок от Союзки. Мне нравится эта модель из-за грубого вида. А вам, да или нет, многим нравится более чистый внешний вид без этого носка. Следующая модель – это Чука. Стиль обуви времен Второй мировой войны. Они стали популярными в 1950-60-х годах. Обычной обувью с двумя-тремя отверстиями. Что отличает их от предыдущих моделей? Подошва без каблука. Чем она хороша? Она обеспечивает большее сцепление с землей. Отличная обувь для прогулок и поездок на работу. Если вам нужно много ходить и чувствовать себя комфортно, этот тип подошвы идеально подходит. Эта обувь для 34-летнего парня, который любит выражать себя с помощью своей одежды, выступает на сцене и дает концерты. Это скорее небольшая отсылка к Элвису. Синие замшевые туфли. Почему бы не купить их? Такая обувь выделяет вас даже при простом общем наряде. А если вы поменяете одежду, то будете еще элегантнее. Они не такие устойчивые, но вы все равно можете выйти на сцену. Эта резиновая подошва дает вам то, что нужно. Подойдет для 54-летнего инженера. Если вам нравится замша, но не такая яркая, то можно выбрать темную коричневую замшу. Она нарядно выглядит, но ее не наденешь с костюмом. Больше подойдет под красивые джинсы и свитер в осенний день. Вы пережили расставание и уже оправились. Это покажет ей, что у вас есть стиль. Говоря о стиле, давайте обсудим эти ботинки, броги. Очень похоже на тот, о котором мы говорили ранее. У нас есть 7 петель, и это то, что отличает их дизайн. А что такое брог? Это сложная дизайнерская работа на коже. Отверстия, которые там вырезаны. Они мгновенно привлекают внимание, особенно если вы выбираете что-то контрастное. Итак, вы в Южной Калифорнии, 31 год, и вы хотите показать себя. Вы строите бизнес в сфере недвижимости, и вы хотите, чтобы ваши клиенты видели, как вы заботитесь о деталях. Теперь ботинки для нашего следующего джентльмена, 61-летнего инженера. Ему нужен стиль, но некрикливый. Его выбор – броги более темного цвета, которые издалека, опять же, люди даже могут не заметить. Итак, дизайн в виде гальки – это когда кажется, что в нем просто немного больше текстуры, чем есть на самом деле. Но мне он очень нравится. Итак, вам 61 год, пенсия близко. Но вы сохранили чувство стиля. Вы обращаете внимание на детали. При этом вам должно быть за 60, чтобы это осуществить. Я думаю, что 21-летний парень, для меня эти ботинки, действительно сигнализируют о мужчине, который обращает внимание на мелкие детали. Поговорим об этой конструкции. Итак, что вы замечаете в первую очередь? Обратите внимание на высоту ботинка. Количество отверстий и так у нас есть 9, 10, 11. Это не позволит лодыжкам болтаться. Кроме того, подошва более мягкая и устойчивая. Еще одна особенность – это толщина верха из кожи. Итак, граммы – это в основном мера того, насколько толстой будет кожа. Итак, возможно, 100 грамм или 200. Скорее всего так, ведь 250, 300 грамм – уже слишком тяжелая кожа. Вам будет неудобно. Верх долго не будет ломаться и хорошо защитит ногу. Даже если вам всего 32 и просто понравился внешний вид, если вам нравится такое, берите вне зависимости от вашего возраста. Джентльмены, если вы фанаты ботинок, нажмите лайк, если это видео вам понравится. Тогда боги Ютуба поймут, что нужно показать это видео большему количеству людей. Возможно, мы даже убедим весь мир носить ботинки. Далее, господа, у нас есть ботинки в ковбойском стиле. Достаточно уникальный стиль. Зеленая, оливковая замша. Эти ботинки – эталон элегантности. Но кому они подойдут? 47-летний индивидуалист. Это парень, который пережил тяжелые времена, но стал сильнее. И он понимает, что жизнь коротка. А теперь вот этот ботинок, похожий на ботинки Челси. Они то скользят, то нет, но есть некоторые отличия. Вал тут будет выше. Также присутствует ремешок с пряжкой. На самом деле его лучше выделить отдельно. Общее ощущение от таких сапог – это что-то более элегантное, но в то же время резкое. Давайте обратим внимание на ремни вот тут. Они сделаны просто для дизайна, но есть эта молния вот тут. Она нужна, чтобы обувь не соскальзывала. На самом деле они немного лучше сидят на ноге, чем Челси. Я представляю это на 33-летнем парне. Он пианист, музыкант или художник. Он хочет выделиться. В то же время он хочет чего-то практичного. Что-то, что он может носить в здании и на улице. Далее, господа, у нас есть ботинки средней посадки. Может быть вам 42 года и у вас никогда не было классических ботинок. Я скажу, попробуйте. Это хороший компромисс, потому что не слишком отличается от той обуви, которая у вас уже есть. В то же время они будут немного поддерживать лодыжку. Многим парням не нравится высокое голенище на ботинках, потому что это раздражает и неприятно ощущается. Эта пара ботинок очень похожа на туфли, за исключением того, что они будут более удобными, чем обычные классические туфли. И в целом, каблук не особо высокий. Это органичный, простой дизайн. Фактически вы забудете, что вы носите ботинки. Это отличный способ войти в мир ботинок, если у вас просто нет пары, но вы хотите что-то попробовать. А теперь поговорим о прыжковых ботинках. Я вижу их на 28-летнем парне, который собирается отправиться в поход, и ему нужно отличное сцепление с дорогой. И обратите внимание на вал, довольно большой. Вы также заметите, что у ботинок хорошая амортизация. На мой взгляд, это будет самая слабая часть ботинка. Итак, хорошие ботинки вновь будут из кожи. Они должны быть хорошей, прочной сборки. И обратите внимание на петельки для шнурков. Есть 5 петель в ряд, но этот тип конструкции кольца позволит очень легко завязать их, затянуть, ослабить. Но у вас не получится их снять, пока не ослабите.